Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Галина Кочерова. Губернатор Борис Дубровский вошел в состав рабочей группы Государственного Совета России по решению актуальных экологических проблем в стране. Заседание Госсовета состоится в декабре в преддверии 2017 года экологии. Ранее Борис Дубровский провел совещание по решению таких вопросов и проведение саммитов Шоссе и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Среди проблем, которые необходимо решить для улучшения экологической обстановки, по мнению Дубровского, снижение загрязнения воздуха предприятиями и улучшение качества питьевой воды в регионе. К другим темам. Новый поворот в деле бывшего проректора Магнитогорского госуниверситета. Напомним, помимо откатов от ученых вуза за право получения грантов от Министерства образования за недину Медбаев, также установлено прокуратурой правобережного района, в декабре 2011 года получил взятку больше 150 тысяч рублей, чтобы некий научный проект был внесен в специальный перечень. Теперь новые факты. Подобным способом должностному лицу удалось получить взятки 58 и 200 тысяч рублей. Еще одно уголовное дело по двум статьям направлено в суд. По части 5 ст. 290 санкция составляет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с лишением права занимать специальные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. Мера пресечения подписка о невыезде, однако по ходатайству службы судебных приставов, сейчас экс-проректор содержится в СИЗО, поскольку он так и не заплатил штраф по предыдущему приговору. В Магнитогорске усиливают меры санитарного контроля. Запрещено продавать мясо из Казахстана из-за угрозы распространения сибирской язвы. Поводом послужил случай в Актюбинской области соседней республики. Там зафиксировано массовое падение крупного рогатого скота с признаками, характерными для особо опасных болезней животных. Магнитогорские работники районных администраций с полицейскими регулярно проводят рейды по местам несанкционированной торговли. Однако предпринимателей штрафы не останавливают. Спрос на продукцию высокий. Между тем, в Управлении гражданской защиты населения напоминают, что покупать мясо на стихийных рынках опасно. Начались каникулы, и пассажиропоток снизился. Но это предсказуемое и временное явление о том, как работает муниципальное предприятие «Магортранс», отчитался его руководитель. Он сообщил, что доходы организации в этом году выросли. Глава города попросил не зазнаваться и напомнил, что бюджет все же еще на 50% датирует предприятие. А как магнитогорцы оценивают работу «Магортранса», узнала Анастасия Шменева. Самый большой и значимый доклад, который сегодня заслушали чиновники, касался отчета о финансовой деятельности «Магортранса». Как заявил руководитель предприятия Егор Тимофеев, в этом году, несмотря на то, что тариф на электроэнергию значительно повысился, расходы по этой статье у предприятия удалось даже снизить, сказалось действие программы по энергосбережению. Кроме того, как заявил руководитель, его сотрудники в этом году, в частности водители, стали получать больше увеличения зарплаты. Сказалось на том, что удалось сохранить штат и увеличить количество подвижного состава на линии. Ежедневно в рейс в «Магнитогорске» выходят 117 вагонов. Более того, мы восстановили уже более 15 вагонов, за счет которых увеличили выпуск подвижного состава. Ну и, естественно, затраты на ремонтный фонд у нас несколько выше в прошлогодних. Но это обосновано. Траващики надеются, что с введением федерального закона, который начнет действовать в июле и который позволяет муниципалитетам регулировать деятельность частных пассажироперевозчиков, магнитогорцы пересядут на трамваи. Но, как заверил глава города, этого может и не произойти. Закончил свой доклад Егор Тимофеев данными социологического опроса. Так, из 6 тысяч респондентов более 4,5 тысяч считают, что работа предприятия в этом году значительно улучшилась. Анастасия Шменева, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. На этом же совещании начальник управления культуры доложил о работе учреждений дополнительного образования. В Магнитогорске работают 6 школ искусств, Дом музыки и Камертон. Музыкальным и художественно-эстетическим воспитанием охвачены более 3,5 тысяч юных горожан. И почти все они в этом году приняли участие в различных конкурсах и фестивалях. Половина воспитанников получили звание лауреатов и призеров. Общее число конкурсов, в которых приняли участие, 215. Из них международных и всероссийских – 142. Высокий уровень достижений учащихся поддерживается не только званиями лауреатов. 13 лучших учащихся школ искусств и их наставников награждены премиями главы города. Отметим, что в муниципальных учреждениях дополнительного образования, сферы культуры и стоимость обучения от 400 до 700 рублей в месяц дети-инвалиды и сироты занимаются бесплатно, а ребята из многодетных и неполных семей оплачивают половину. Накануне главного праздника страны – Дня России, 30 юным магнитогорцам вручили паспорта. Важный документ 14-летние подростки получили в торжественной обстановке, не стоя в очередях ФМС, а сидя на стульях в библиотеке Крышенинникова. О том, что быть гражданином России почетно, говорил Дмитрий Макаров. Чтобы приобрести гражданство Российской Федерации, многие иностранные граждане проходят сцент о седлости, получение временного проживания, вид на жительство, гражданство, сдают документы по русскому языку, основу законодательства и права. Поэтому вы его приобрели с рождения. Поэтому гордитесь, пожалуйста, этим. Когда я получила паспорт, у меня получилось больше возможностей. Я теперь могу работать и могу ходить в развлекательные заведения. Кроме того, подросткам рассказали, какие теперь у них есть права и обязанности. Впереди праздничные выходы. Погода тоже обещает порадовать горожан. И программа насыщенная. В эти минуты за центральной городской ярмаркой идет Сабантуй. Торжество, которое традиционно проводится после окончания посевной, сейчас и на ГЛЦ Металлург Магнитогорск. Кроме того, в парке отдыха Лукоморья в 15.00 состоится фестиваль красок. А завтра – День независимости России. Магнитка отметит концертом классической музыки «Тебе, любимая магнитка». Начало 19.00. Далее информация о погоде. Я же с вами прощаюсь и желаю приятного отдыха. В Кишанки-Нуазе в ночные часы до 12 градусов со знаком «плюс». Днем 100 до термометра покажет плюс 20. В Кизельском районе ночью плюс 11, плюс 13. Днем около 20 со знаком «плюс». В Верхнерайском районе ночные часы плюс 10, днем до 20 градусов тепла. И в Магнитогорске облачно, но без осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20. Магнитогорске облачно, но без осадков. И в Магнитогорске облачно, но без осадков.